Гастрономия как раздел краеведения. В Чебоксарском детском саду номер 8 прошел кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд чувашской кухни. Его провели шеф-повара чебоксарских кафе и ресторанов. Какое блюдо появилось в меню в нашем репортаже? Берешь шарик, так же, так же, давай. Шарик. Давай, шарик делайте, дам. Маленькая Саша старается повторять за поваром. Сегодня она готовит десерт чувашской национальной кухни. Сладкие орешки или пылакмойер. Творог, орехи, мед. Все это сосредоточенно перемешивают еще шесть дошколят. Дим, возьми, закрути и положи. Это одно из национальных блюд, которые научатся готовить ребята. Впереди серия мастер-классов от Ассоциации кулинаров Чувашии. Внимание все уделяем на именно национальную кухню чувашскую. У нас богатая кухня, она питательная. Начинаем взять этот творог. Я уже говорил, что он и для роста, и так далее, и так далее. Много у нас и холодных закусок, много у нас и первых блюд. Детский сад дружит с Ассоциацией кулинаров уже два года. За это время ребята освоили пирожные, салаты и запеканки. Каждое блюдо подходит для детского питания и просто в приготовлении. А это находка для родителей. Рецепт можно повторить дома. Так считает и мама Саши. Порой не сразу можно Сашу мою заставить съесть творог. Этот мастер-класс дает возможность вместо обычных сырников приготовить что-то новенькое вместе и интересное. Во-первых, работает моторика рук, которая развивает детей, и игровая форма, которую у нас научили. Очень даже отличный вариант для решения проблемы принятия творога. Ребятам не важны ни энергетическая ценность, ни содержание белков, ни польза блюда. Это все взрослые вопросы. Для них главное, чтобы сначала было интересно, а потом вкусно. Мне нравится. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова